настолько продуманным что все силы тьмы не могли понять поэтому не могли помешать потому что дьявол в своем гневе он не понимает любви такого слова у него нет он не знает что такое любовь и поэтому он думал если у нас война с небом то это должно идти всегда в злобе война есть война на земле тоже так происходит война не происходит в любви злом за злом пытаются воздать и один другого уничтожить но пришел Иисус и он никак не входил в планы этого дьявола и этой силы тьмы кто бы мог подумать что Бог любовью победит весь мир что он любовью победит зло любовью победит дьявола и этот день мы празднуем сегодня халлелуя оно поистине совершилось первое слово которое мне нравится которое было сказано во время страданий совершилось вы понимаете в этот момент Иисус думал о тебе и обо мне и о нас он страдал на Голгофе это были ужасающие страдания которые он должен был за нас пронести мы в пятницу смотрели здесь этот фильм Пассион Кристо Пассион Кристо и мы немножко видели и мы немножко видели чего это стоило ему но все это время он думал об одном и он просто когда пришел этот момент он воскрикнул он воскрикнул он воскрикнул он воскрикнул это весь цель все небеса работали на этот день и ради этого Иисус пришел на этот день и когда это совершилось он громко воскрикнул он воскрикнул он воскрикнул он воскрикнул Аллилуйя Победа Сиг и второе и второе мне нравится когда я читаю о воскресении Иисуса Христа мне нравится когда я читаю о воскресении Иисуса Христа все интересно все интересно но самый интересный момент это для меня но очень интересный момент для меня когда я дохожу до этого момента когда женщины пришли во дробь чтобы увидеть или помазать тело Иисуса они хотели и когда они пришли и не нашли его там и когда пришли Ангелы и это кульминационный момент когда я читаю эту историю я не могу ее равнодушно читать ангелы обращаются к Мариам и говорят что вы ищете живого между мертвыми? его здесь нет! аллелуйя! аплодисменты! его нет там! он в Москве! он жив! и никакие силы Ангелы мы не смогли удержать его! когда я первый раз был я люблю рассказывать эту историю когда я первый раз был в Израиле и мы пришли к этому гробу Господня не к тому, который там где церковь построен не к тому, который там где церковь построен а в Саду Господня там где Евангелисты все отмечают как бы этот праздник там где Евангелисты все протестанты там рядом как раз гора и написано у нас что лобное место на котором пострадал Иисус и когда ты смотришь со стороны и когда ты смотришь со стороны с одного места когда ты видишь глаза ты смотришь на скелет гора похожа на скелет человеческий точно! это очень интересно, конечно! это очень интересно, конечно! и внизу Сад находится и там в скале и там в скале и там в скале это не видно это не получится у нас капателя это 절대 Fuck ! иfly мы пришли в скале в скале и там двери закрываются IM sûнов Billie sneaking comedy у нас не знаю но была закрила она была закрыта мы пришли и мы приехали дружно и потом и открыли и luego открыл И когда он открывает эту дверь, на двери написано, его здесь нет. Это мне так понравилось. Представляете, это как раз именно то, что отличает нашего Бога, нашего Господа от всех других Богов. Аллилуйя! Если ты придешь на могилу Магамеда, ты найдешь там Кости Магамеда. Если ты придешь на могилу Будды, ты найдешь там Останки Будды. Если ты придешь к самозванцу Богу Ленину, там ты увидишь его из сохшей тела. Но если ты придешь на могилу Иисуса Христа, ты еще так же, как и прежде, услышишь те же самые слова. Его здесь нет. Его здесь нет. Его здесь нет. Что вы ищете из живого среди мертвых? Аллилуйя! Он воскрес! Он воскрес! Он воскрес! Он воскрес! Подари ему аплодисменты! Саж им, danke! Jesus ist aufverstanden. Он вероятно aufverstanden. Знаете, иногда вещи, когда вот, ну, немножко свою жизнь, может быть, проверяешь, или как бы сказать. Да, то есть какие-то вещи, которые ты долго, долго ждешь. И кажется, они когда-то там, ой, 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 ой. И тебе остается позади тебя, и ты уже просто думаешь, ну, так ждал, уже все позади тебя, особенно когда это что-то хорошее. Тем более, на небесах, где нету времени. Написано, он был рожден, Иисус, от создания мира, да? Рожден прежде всякой твари. И рожден с целью нашего искупления. Это так здорово. Понимаете, как давно Бог думал, о том, чтобы люди имели возможность спасения. Израиль ждал. И ждал. И снова ждал. Пророки пророчествовали. Говорили, что придет. Говорили определенные моменты, которые будут в жизни Мессии, когда он будет на земле. И мы знаем множество пророчеств, которые рассказывают, о Мессии, что должно с ним произойти. И они ждали с большим нетерпением. Те, которые понимали немножко больше, то есть, кому Бог открывал, Духом, что это значит, когда придет Мессия. Они ожидали с нетерпением. Но многие не дождались. Но когда пришла полнота времени, пришел Иисус. Аллилуйя. И те, которые приняли Его, для них началась новая жизнь. А те, которые Его не приняли, они, возможно, ничего и не заметили. Согласны? Для них продолжалась жизнь, как и раньше. Для них продолжалась жизнь, как и раньше. Они дальше крышили. Сындивten weiter. Дальше обманывали. Haben weiter betrogen. Фарисеи, которые не приняли Иисуса, они жили свою жизнь дальше, как и раньше. Осуждали. Пренебрегали. Верахтали. Ставили свои заповеди, высшие заповеди Божьи. И таким образом все дальше удачались от Бога. Они всегда пренебрегали. Место того, чтобы приблизиться к Ему. Они говорили, приблизьтесь. И приблизиться к вам. И к вам будет это генеет. Они читали Писания. Они читали Пророков. Они читали Пророков. Но они так их не понимали. И они так не понимали. И некоторые из них до сих пор ждут своего Мессия. А уже две тысячи лет, люди живут в новом времени. Аллилуйя. И знаешь, то, что ты сегодня познал Иисус, это не значит, что ты такой крутой. Это не значит, что ты самый умный. Это не значит, что я самый умный. И если ты сегодня несешь какое-то служение в церкви, это также не значит, что ты лучше других. Это просто значит, что благодать достигла до тебя. И ты сегодня имеешь эту великую привилегию служить Богу в новом завете. Служить Ему верою. Оправдоваться верою. Независимо от дел. И иметь высший статус во Христе Иисусе. Подарим аплодисменты. Аплодируй им. Это Его заслуга. Это Он совершил для тебя. Это твое преимущество во Христе. Аллилуйя. И вы знаете, я уже сегодня немножко сказал вначале, Страдания. Слова совершились. И то, что Его нету там. А многие все еще ждут, что Он должен прийти. И Он, конечно же, придет. Но Библия говорит не для того, чтобы подъять грехи многих. А для тех, которые ожидают Его у Воспасения. Это здорово. И если ты сегодня находишься на этом месте, и ты ожидаешь Иисуса Христа, Он однажды придет за тобой. Он не пройдет мимо тебя. Он не пройдет мимо тебя. Поверьте мне, Он точно знает, кто живет сегодня ожиданием. Кто сегодня, проходя скорби, проходит их победоносно. Кто сегодня, проходя скорби, проходит их победоносно. Без ропота. Благодаря Бога Отца. Данкент den Herrn. И Иисуса Христа. Он видит это. Он знает тех по имени. Он знает тех по имени. Потому что имя твое одно из тех, которые записаны в книге жизни. Халлилуйя. Откровение 2 глава 8 стих. Я немножко размышлял вчера и ночью и сегодня утром об Иисусе. О его жизни и служении здесь на земле. И о том, что он тот, который воскрес. И о том, что он тот, который воскрес. Сегодня праздник. Мы празднуем Воскресенье. Для многих это сегодня означает крашенные яйца, куличи и еще разная человеческая выдумка. И для немногих, к сожалению, сегодня это значит Пасха наше Христос. Пасха закладный за нас. И мы хотим это праздновать. Пусть там будут крашеные яйца. Пусть будут там, я не знаю, жареные индюки. Пусть будет что угодно. Но если ты не знаешь Бога, если ты не понял, что Пасха наше Христос, все это ничего не значит. Это не спасет тебя. Это может принести какую-то временную радость. Буквально на эти два-три дня, которые ты празднуешь. Но когда ты знаешь, что твоя Пасха Христос закладный за тебя, этот праздник никогда не кончается. Аминь. Аллелуя. Это еще одно привилегие детей Божьих. Итак, когда Иоанн был, апостол Иоанн был на острове Патмос и получал откровение от Иисуса Христа. И Иисус лично явился им. И он говорил ему о этих семи церквях. И вот в Откровении 2.8 он говорит, и ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все живы. Аллелуя. Это еще одно подтверждение, что Иисус воскрес из мертвых. Он был мертв и все живы. А я скажу еще больше. Он был жив, потом был мертв, а теперь жив во веки веков. И он всегда сидит по праву и сторона отца и является самым лучшим ходатаем для всех уверовавших в Него. Аллелуя. Подари ему аплодисменты. Он поистине достоин этого. Он поистине достоин этого. Ты имеешь в Иисусе Христе первосвященника, первосвященника, который не имел дела с грехом, но, несмотря на все это, заплатил за все грехи мира, за все грехи Вселенной. Он не знал, что такое грех, но за нас сделался жертвой. Это великое привилегие для нас. Это великое привилегие для нас. Слушай, если кто-то выигрывает во всей этой истории, в всей этой истории смерти и воскресенье Иисуса Христа, то это ты, скажи своему соседу, ты выигрываешь, ты выигрываешь, ты выигрываешь, ты выигрываешь. Я тоже. Я тоже. Аллилуйя. Это так здорово. В его, во всей этой истории он страдал, он расплачивался, а я выигрываю в этом. Он был мертв, и он снова жив, и уже никогда не умирает. И Библия говорит о тех, которые последовали за ним, они тоже воскреснут с ним. Они тоже воскреснут с ним. В день воскресенья первого. И мне нравится, как там говорит Библия, и так мы всегда с Господом будем. И ты тоже уже больше не умираешь. Мы переходим из смерти в жизнь. И будем проводить вечер с ним. Мне нравится свидетельство, которое рассказывал Даниил. Мне нравится свидетельство, которое рассказывал Даниил. Слушай, у тебя не только отпечаток пальцев особенный, у тебя не только Facebook особенный, у тебя не только Facebook особенный, у тебя намного больше особенностей, которые никто другой больше не имеет, оказывается даже краску Бог для тебя создал. Особенную. Даже Бог hat für dich eine besondere Farbe geschaffen, по которой тебя можно определить как по отпечатку пальцев. die man dich identifizieren wie durch einen Fingerabdruck. Аллелуя. Он ничего рассказывал. Вы можете erinnern, как он это рассказывал. Это у нас все ограничено. все ограничено. Вот столько красок, цветов есть, и то у нас миллионы есть там. И у него нет пределов. Он всему начало и всему конец. Он был первый и последний. Он был мертв и все жив во веки и навсегда. Аллелуя. И веки и веки и веки и веки Ай-яй-яй-яй-яй. Как мне это нравится. Это мне очень нравится. Это мне очень нравится. Итак, он был мертв и жив и все жив. И теперь я хочу напомнить несколько историй из жизни Иисуса Христа. Я не буду их читать, я буду их рассказывать. Я не буду их рассказывать. В Луки 7, глава 12-15 у нас описывается история когда Иисус исцелил сына вдовы. Помните? Воскресил сына вдовы. Единственный сын. Он умер. И когда Иисус выходил из Иерусалима приближался городу из Иерусалима он увидел похоронную процессию. Вы носили на постели вот если сына одной вдовы. Это была трагедия в Исраиле всегда. Потому что если жена вдова если она одна это все прокормиться было очень тяжело. Мужа нет. Был единственный сын. Это была вся надежда и утешение. Но и он помер. Кто будет заботиться об этой женщине? И она горько плакала. И написано Иисус увидев ее сшалился. Иисус не может пройти мимо проблем закрыть глаза и сделать вид что ничего не видел. Мы иногда можем иногда делаем иногда мы можем где-то знаем как помочь но не помогать. Но Иисус не мог он жалился и написано он подошел к этой процессии прикоснулся к больного мертвого трупа остановил всю процессию и сказал встань и сказал встань это это супер следующая история женщина 12 лет страдавшая кровотечение опять Иисус говорила сама в себе Иисус сказала в себе Вы знаете эту историю я думаю все знают если прикоснусь хотя бы краю одежду его я исцелюсь я буду здоровой эта женщина которая 12 лет перепробовала все чтобы исцелиться но не была исцелена и тратила все свои деньги все что у ней было она пришла в еще худшее состояние и вот она говорит если я прикоснусь к одежде Иисуса я буду здоровой и вот она вопреки всем правилам и законам она идет к Иисусу и прикасается к его одежде и получает исцеление и еще одну историю Иисус выходит и видит одного прокаженного и этот прокаженный смотрит на Иисуса и он наверняка знал уже много историй которые произошли с Иисусом и больными людьми и этот прокаженный подходит к Иисусу и говорит Господи если хочешь ты можешь меня очистить и то что мне особенно нравится Иисус подошел и прикоснулся и сказал и сказал и в тот же самый момент он был свободен от проказа что связывает эти три личности но какая история судьбы связывает этих трех человек что было особенно в этих трех людям Обратились к Иисусу, хорошо. Рассуждаем вместе все. Им никто не мог помочь. Да, скорее всего, да. Проказа не лечилась. Мертвого еще никто не воскрешал, кроме Иисуса. Ну, и святых там пару мужей, как Илья и Елисей. Илья и Елисей. Больше мы не находим в Библии. Вот. И эта женщина, там написано, она все истратила. Исцеление не получило. Она пыталась это сделать вот таким путем, как бы нормальным, через врачей и прочее. Тоже не селилась. Это тоже правильно. Но все-таки, почему я этих трех вытащил сюда? Меня здесь одно что-то поразило особенно. То, что, я думаю, имеет большое значение сегодня для нас, живущих в Новом Завете. Кто еще знает, что? Кто еще знает, что? Что? Они верили? Sie haben geglaubt. Ну да, уже сказал, по-моему. Но мертвы не верили. Мертвы, да. Мертвы не верили. Ни он, ни мама. Ни кто вообще. Все, они уже шли туда. Оставалось недолго. Закопали его. Их, что особенно было в их проблеме? Безисходность. Тоже хорошо. Отвыклов. Давайте еще. Еще постараюсь. Я попробую. Представьте себе, что вы живете во время закона. Сдались? Во! Все эти три человека, они считались, все эти три болезни, которые там были, это считались они нечистыми. По закону в Израиле они были нечисты. Эта женщина не имела права войти вообще в общество куда-то. Прокаженные, вообще разговоры нет. Для них была особая долина Прокаженных в Израиле. И они там жили друг с другом. И им туда спускали. Служба Самариян спускала их туда еду, чтобы они не померли в Болу. Но они не имели права походить в обществе. В город, и особенно где-то в обществе. Их побили бы сразу камнями. И мертвый, по закону написано, всякий, кто прикасался к трупу, был нечист. Да? Ну ты не труп, нет. Ты живой брат, живее всех живых. Но такой был закон. Всякий, кто прикасался к мертвецу, был нечист и должен был обязательно пройти процесс очищения. За каждые вещи был свой особенный процесс очищения. Который всегда заканчивался тем, что надо помыться, надо вымыть всю одежду. И за определенные вещи ты мог целую неделю быть нечистым. Если женщина родила девочку, она бедная, все 80 дней была нечистой. Представляете, они не имели права выходить в общество, где-то общаться с людьми. И потому что, почему? Было очень строго предписано. Потому что всякий, кто прикасался, к Трупу или к чему-то нечистому, скажем, к женщине, которая болит, к кровотечению была, прикасался, он тоже становился нечистым. Так? И он тоже потом не имел права все. Он должен был домой, как минимум до вечера сидеть, потом помыться, покупаться, и после этого он был чист. Представляете, нечистота вот этих людей, она переходила на человека. Но пришел Иисус, и вы уже понимаете, к чему я веду, да? Пришел Иисус, и он прикасается к нечистому, к нечистой, и вместо того, чтобы стать нечистым, как было по закону, этот человек становится святой. Кому, к которому он прикасался, они становились чистыми, они становились святыми, не нечистота побеждала праведность и чистоту Иисуса, но чистота Иисуса побеждала нечистоту этого человека. И человек становился чистым. И я так восхищен этим. Служики, благодать всегда будет выше закона. Благодать всегда будет выше закона. Закон может объявить тебя нечистым. Но когда приходит благодать, она говорит, ты чист, потому что Иисус прикоснулся к тебе. Он прикоснулся к тебе. И ничто не может оставить тебя нечистым. Аллелуя! Ты чист! Иисус не станет нечистым, а ты станешь чистым, когда прикоснешься к нему. Аллелуя! Аллелуя! Знаете, когда я слышу такие глупости, и они очень распространены среди верующих. Нас так запугали, что мы уже боимся жить верою. У нас неверие больше, чем веры. Закрома заполнены неверием. Когда Иисус приходил к бесноватым или встречался с ними, он не становился демонизированным. Бесы искали задний угол, и несмотря на то, что они не хотели оставлять тело этого человека, но когда Иисус подходил так близко, они пищали, визжали и лечили оттуда. это благодать, это та слава, которая исходит из умершего и воскресшего Иисуса. Аллелуя. Так много и часто я слышал, Библия говорит, любите мир и не того, что в мире. Я согласен, но когда тебе говорят, ты не должен с неверующими общаться, с грешниками не общаться, ты не должен быть у верующих с грешником, и не грешником. Если ты дальше будешь общаться с ними, ты сам станешь грешником, нечистым, потому что общаешься с нечистыми, и таким образом нас отделили от этих нечистых, чтобы мы были чистыми, откуда ты взял такую верующим. Библия говорит, что тот, который в нас, он сильнее того, кто в мире. И когда ты ходишь и прикасаешься нечистого, он становится чистым. Аллелуя. Это послание Нового Завета. Дьявол не может победить тебя, а ты можешь победить его верою, и сия есть победа. Победивший мир это вера наша. Аллелуя. Аллелуя. Подари ему аплодисменты. И мир не может тебя коснуться. И мир не сможет тебя изменить. И если ты знаешь, кто в тебе, и если ты знаешь истину, то ничто не сможет остановить тебя. Ничто не сможет сделать тебя нечистым. Аллелуя. Но ты можешь менять атмосферу. Ты можешь нечистую атмосферу менять в чистую. Аллелуя. Потому что тот, кто в тебе, он сильнее того, кто в мире. И когда ты заходишь в общество, где сидят нечистые люди, начни провозглашать победу Иисуса Христа и слава Божия придет. Эти нечистые люди будут чистыми. Аллелуя. Когда ты приходишь в общество, все сидят с кислыми лицами. И все недовольны. Ты должен поменять атмосферу. Ты должен эту нечистую атмосферу превратить чистую. И будь смелым, как Иисус. И ты увидишь, что атмосфера будет меняться. Слушай, депрессия не может оставаться. Туда, куда заходишь ты. Аминь. Потому что депрессия это нечистота, которая доводит людей до самоубийства. Когда ты заходишь в помещение, где ты видишь депрессивных людей, прикасайся к ним во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И настроение будет улучшаться. Поверьте мне. Атмосфера будет меняться. Аллилуйя. Потому что тот, кто в тебе, он сильнее того, кто в мире. Он сильнее того, кто в мире. Нечистота не может заразить тебя. Ты можешь очистить нечистоту. Аллилуйя. Но ты должен знать, кто ты. Кто ты в Иисусе Христе. И когда ты приходишь во имя Иисуса. О, это так здорово. Даже в Старом Завете уже было написано. Аллилуйя. Амин. Там было написано везде, куда ты не пойдешь. Везде, где не ступит твоя нога. Это место принадлежит тебе. А не ты этому месту. А не ты этому месту. Грех не может над вами царствовать. Потому что ты не под законом, слышишь ли? А под благодатью заблудую. Остановите меня. Ты грех не может над вами господствовать. Так написано царствовать. Потому что если бы ты был под законом, он бы мог над тобой царствовать. Он бы мог тебя сделать нечистым. Он бы мог тебя сделать нечистым. Сами, ты будешь unrein. И ты должен быть все эти ритусы исполнить. Но так как ты вырвался из под закона и пошел в благодать и кем в гнаде hineин, то закон и грех не могут над тобою царствовать. Не все поняли? Не все поняли? Если бы ты поняли, ты был бы так же восторг как я. О, мои благословенные, воскресенье Иисуса Христа это не просто воскресенье. Снова вернулся к жизни. Нет, он не просто снова вернулся к жизни. Он принес благодать в этот мир. Потому что благодать и истина от Иисуса Христа. Он дал нам эту возможность ходить в этом духе, менять атмосферу вокруг нас. Мы иногда, я действительно просто удивляюсь, что иногда мы даже в своей семье не смогли изменить атмосферу. Знаете почему? Потому что ты не понял истину. Истина делает свободным. не может в своей семье царствовать какое-то беззаконие. Не может в своей среде царствовать дьявол. Не может в своей семье царствовать грех. Не может царствовать недовольство. Вы со мной? Потому что тот, кто в тебе, он против этого и куда он прикасается. там все становится чистым. Аллилуйя! Вот почему написано. Нет, ничего нечистого, говорит Павел. Павел говорит, что Павел говорит. Нет, ничего нечистого. ничего нечистого. Дене, которые верят, а только тем, которые почитают что-то нечистым. Для них нечиста. Аллилуйя! Если мы будем бояться встречаться с грешниками, надо задать себе вопрос. Что-то во мне точно не так. Игентство нечистым. Если ты боишься, с ними встречаться, потому что боишься, вдруг они тебя переубедят, и ты хочешь мне сказать, что ты познал Иисуса, ты ничего не познал. Ты ничего не познал. Если ты боишься, потому что думаешь, что они сильны в своих грехах, а кровь Иисуса Христа, которая очистила меня, она не сможет меня защитить, ты снова ничего не понял. Каким бы ни был этот грешник, каким бы он ни был страшным, даже если он будет выглядеть, как сам демон, когда ты в Иисусе Христе, все возможно верующему, все возможно верующему, абсолютно все возможно верующему. дерзай. Следуй за Ним. Подражай Иисусу. Не избегай нечистых. Не для того, чтобы от них замараться. Если ты не хочешь замараться, и никогда они не смогут тебя замарать, наоборот, ты можешь очистить их. Эта власть дана нам. От Господа. Какое у нас тут местописание. Второе местописание, какое там было? zweite Bibelstelle, welche haben wir gehabt? Lukas. Да, Иоаннас. Давайте, ну-ка, что там есть? Вы бросили? А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть, быть чадами Божьими. Дим gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Слушайте, Бог дал тебе власть, быть Дитем Божьим. Кем был Иисус? Wer был Иисус? Ein Сын Gottes? Всего лишь. Nur? И Сын Божий. Сын Божий. И эту же власть, ты получил от него, быть Сыном Божьим, auch ein Сын Божьим. Ты Сын Божий. Ты бишь Сын Божьим. Точно? Да, это мне уже нравится. Это мне уже нравится. Вы уже с этого сбить нельзя. Ты тоже Сын, потому что в Ахрисе нет ни мужского рода, ни женского рода. Молодец. Правильно. Мы все Сыны Божьи. Мы все Сыны Божьим. Аллилуйя. А если ты Сын, Библия говорит, то и наследник, слышишь? А если ты наследник, значит вся эта власть, которую имел Иисус, досталась тебе по наследству. Аллилуйя. Кто муж Иисус сам сказал? Да она мне всякая власть, и на небе, и на земле, и на земле, и добавлю больше. Преисподнюю тоже. И он говорит, я даю вам. Эту власть. Идите, наступайте. На змей, на скорпионов. На любую силу вражью. Даже если тебя хитростью напоят каким-то ядом. Ничего не повредит тебе, слышишь? Ничего не повредит тебе, слышишь? Аллилуйя! Но не повредит верующим, а не? Итак, мы Сыны Божьи. Мы имеем авторитет Божьим. Мы имеем все необходимое, чтобы славу Божью, чтобы Его святость распространялась через нас, захватывала всех окружающих тебя. Если ты поверишь в это, не просто как-то, знаешь, поверишь в религиозно, но будешь знать, когда ты заходишь в какое-то чужое общество, когда ты будешь жить своими соседями, будешь знакомым встречаться, характер которых такой ужасный, если ты будешь приходить туда, как Иисус, зная, что тебе дано, и что ты имеешь, будешь простирать руку, и будешь прикасаться этих людей, через время ты обязательно увидишь, что эти люди меняются, если это не происходит, то ты просто религиозный человек, а не верующий, и не знаешь, в кого уверовал, и не познал ту власть, которая тебе дана. Иди во имя Иисуса, прикасайся не всякому нечистому, им Бог очистит их, по славу Свою, им за эрой. Последнее местописание. Будем заканчивать, и это у нас, и она написана, Колоссянам, вторая глава, 20 по 23. Я выбрал современный русский перевод. Мне там один стишок, который здесь тяжело понять. Здесь его хорошо понять. Если вы умерли со Христом, для стихии мира, то почему же вы по-прежнему живете, как люди этого мира? Кто может сказать, что он умер со Христом? Помашите рукой. Я хочу, чтобы ты знал сам, и Господь видел. Если ты умер со Христом, для стихии мира, то Павел говорит, почему же вы по-прежнему живете, как люди этого мира? И потом говорит, подчиняясь таким земным правилам, как. И смотрите, кого Павел называет живущим, как в этом мире. которые что делают? Которые говорят, это не бери. Того не ешь. К этому не прикасайся. Ха-ха-ха-ха. Вы понимаете? Я не знаю, сколько ты уже прожил. И сколько ты уже слышал. Но с некоторыми мы точно слышали не одно, правда? Не ешь это нельзя. Это не пей. А к этому не прикасайся. И затрагивайся. Ты что? Павел говорит, живущие в этом мире так живут. А те, которые живут в Боге, они едят и радуются. Аллилуйя. Они прикасаются и передают благословение Божьей дачке. Они кушают, радуются, спят, радуются. И не кушают, тоже радуются. Пьют, радуются. Кушают все, что им нравится. Один брат сказал, я не ем только две вещи. Из четвероногих не ем только стул и скобейку. А из вьющего только веревку. Халлилуйя. И ешь и радуйся. Не живи по принципам этого мира. Но обратите внимание, как религиозные повернули все это. И они думают, если ты не прикасаешься, о, ты правильно живешь. По-христиански, если не ешь, какие-то многие там есть, когда ты правильно живешь. И как там еще написано, не прикасайся. Это не бери. Не бери только того, чего не принадлежит тебе. Остальное все бери. А нас так запугали, что когда кто-то приходит и предлагает тебе Божье, как это называется, наследие, наследство, которое принадлежит тебе по праву, мы уже тоже говорим, не, 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 я не достоин не возьму. Я лучше посижу где-нибудь, с краю в уголочке, вот, чтобы меня не замарали. Чем дальше будешь удаляться, тем больше будешь мараться, тем грязнее будешь, потому что закон не защитит тебя от греха. Закон утопит тебя в грехе. Только благодать может освободить тебя от греха, от всякого рабства. Поэтому живи. Живи не так, как люди этого мира. Живи и радуйся во Христе, потому что это твоя защита. Не будь, как люди этого мира. Дальше он говорит. Все это лишь человеческие правила и понятия, которые рано или поздно уничтожатся от употребления. И 23 стишок, это вообще таковальня с кувалдой. Может, они и создают видимость чего-то мудрого. Но на самом же деле, они нисколько не помогают удержать победу на зло. Халлелуя! Подари Богу аплодисменты. Многие вещи в этом мире проталкивались в церкви, чтобы якобы якобы этим самым показать церковь святой и особенно чистой. Правила на правила, заповедь на заповедь, закон на закон, несмотря на то, что время благодати. Но Павел вскрывает всю эту гнезь. И говорит, не поступайте и не живите так. Так живут люди в этом мире. Выйдешь сегодня на улицу, пообщайся с людьми. В пятницу нельзя было грилить, нельзя было петь, нельзя было танцевать. Сегодня надо что-то какое-то делать. Кому-то с яйцами возиться, кому-то еще с чем-то, и говорит, если ты это так не сделаешь, то вообще какой ты верующий? Амин? Это только выглядит свято. Это только выглядит, что они исполняют какую-то типа заповедь. Хотят Богу угодить. Потом приходит Пасха, пост, а потом еще много разного. Ты можешь запоститься в доску, и до смерти не ездить. Богу не угодишь этому. Потому что не это делает тебя новым творением. Халлелуя! Эти запреты не прикасайся, не делай, не трогай! Имеют только вид со стороны. Поэтому откажись от всяких религиозных сделок. прими свободу в Иисусе Христе. Уверуй в то, что сделал для тебя Иисус. Уверуй в того, кто в тебе. Еще раз говорю, поверь, что он сильнее любого, сильнее любой власти, сильнее любой силы. И когда ты прикасаешься к человеку, ты не прикасаешься сам, ты прикасаешься Иисусом. Вот почему Иисус сказал, возложат руки, руки возложат, прикоснутся, и когда ты прикасаешься, тот, который живет в тебе, прикасается к нему вместе с тобой. Какая нечистота может там еще стать? О, если бы мы это познали, давайте мы встанем. Отец Небесный, Отец Небесный, мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя за чудный план спасения. Мы благодарим тебя за праздник воскресения, который мы сегодня празднуем. Господи, это наша привилегия. Это наше счастье. это наша свобода. Это та благодать, которую ты с самого начала хотел, чтобы она была. Халлелуя. Чтобы она сделала нас свободными и сильными жить без греха, жить чистыми и распространять твою чистоту в этом мире, так, как это делал ты. и все это тебе во славу. Нам на радость и во благо нам и детям нашим и всем, которые слышат Слово Божие. Давайте закроем глаза. Ласс шел далеко и сегодня хочешь примириться с ним снова. И следовать за ним. Подними руку. Мы помолимся с тобой. Мы помолимся с тобой. Спасибо. Мы помолимся с тобой. Спасибо. Может еще кто-то есть. Может еще кто-то есть. Слушайте, так здорово. Он предлагает тебе спасение. Аллилуйя. Там тоже сзади кто-то. Есть там noch hinten кто-то спрятался. Вы знаете, все очень просто у Бога. Когда мы этому следуем, вечная жизнь входит в наше сердце. Аллилуйя. Мы сейчас помолимся. Ирина, пройди сюда. Мы с тобой помолимся. Аллилуйя. Он тоже вышел. Но он всегда выходит. всегда выходит. Интересно, как будет, когда ему лет 15. Он будет наполнен Словом Божьим. Мне кажется, когда буду говорить так, кто хочет помолиться, выходите сюда. Он будет выбегать наперед и становится на мою сторону. Они не против меня. Потому что много веры. Ирина, я насколько понимаю, когда ты имела соприкосновение, сбалукалась. Ты хотела быть обновить. Можете это обновить? Не перед всеми. Ничего страшного не будет. Тебе не надо будет исповедовать свои грехи. Мы просто вместе помолимся одной молитой, которую попросим, чтобы Иисус вышел в сердце. Это ничего страшного. Никакой там религиозной Просто обращение к Богу. Если ты хочешь, я продиктую молитву, ты ее просто повторишь. Готов ты на это? Стесняйся. Не надо. Иисус тебя не стеснялся? И меня тоже, когда я грешил. А что нам его стесняется? Он все сделал для нас. Он сильно радуется. Не готова? Ты руку подняла, я подумала, что ты готова. Я не знала, к чему это приведет. А что ты боишься? Думаешь, что страшно будет? Да, очень. Ты только помолишься, и мы все поддержим тебя в молитве. Мы пригласим Иисуса в твое сердце. Или ты этого не хочешь? Я не знаю. Но ты хочешь, чтобы Иисус наполнял тебя. Он попросишь, и Он даст Духа Святого. И Иисус еще, знаешь, как сказал? Кто посидится меня, говорит, что я послужу. А кто исповедует меня перед людьми, я хочу за ним следовать. Того, я буду исповедовать перед моим Отцом, я буду о нем говорить. Он сегодня будет говорить о тебе. Ирина, сегодня пришла ко мне и сказала, я хочу следовать за тобой. Если ты не хочешь, мы не заставляем. Если хочешь, мы сейчас сделаем. Помолимся вместе. Это и все. Ты не первая, которая так начинала. Которые сегодня здесь, которые так начинали. И Бог начинает. Мы сейчас будем повторять. Ты не будешь повторять. Ничем немецкий. Тут хватает русских. не мы все вместе будем. Я тоже буду. Давайте мы закроем глаза. Давайте мы встанем. Все во-первых. Потому что это самая серьезная молитва в жизни человек. Когда-то мы все так начинали. Давайте мы закроем глаза. Я буду говорить громко. Дорогой Господь, я прихожу к тебе. Я сознаю, что я грешница. и нуждаюсь в прощении моих грехов. Я также верю, что ты Иисус Христос есть Сын Божий. Спасибо тебе. Я верю в твою жертву. И я принимаю твою жертву. И сейчас я прошу тебя. Омой мое сердце твоей кровью. Прости все мои грехи. И очисть меня от всякой неправды. Я хочу следовать за тобою. Я верю, что ты есть единственный спаситель мира. И твоя жертва в силе омыть все мои грехи. Я приглашаю тебя. Войди в мое сердце и живи в нем. Отныне оно навсегда принадлежит тебе. Ты мой Господь. Ты мой Господь. Ты Бог. И вся слава принадлежит тебе. Аминь. Аминь. Сейчас я помолюсь за тебя. Ничего страшного не было, правда? Отец небесный, я благодарю тебя за Ирину. Спасибо тебе за то, что ты привел ее. И что мы познакомились. И за то, что ты в ее сердце вложил желание следовать за тобой и служить тебе. Я сейчас прошу, пусть мир твой наполнит ее до избытка. во славу твою, Господь, то, что ты хочешь поменять в ней, поменяй во славу твою. Прости все грехи и очисти ее. Дьявол, я повелеваю тебе, во имя Иисуса Христа оставить ее с этого дня. Она больше не принадлежит тебе. С этого дня она принадлежит Господу. Она спасена. она новое творение. И ты не имеешь власти над Поэтому во имя Иисуса Христа я связываю тебя. И я повелеваю тебе. Во имя Иисуса вон из ее жизни. Вон из ее сердца. Вон из ее мыслей. Вон из ее семьи. И вон из ее судьбы. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса И весь народ расскажет, Аминь. 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 Наш Бог на стране, Бог дарующий мир Только Он один, Его имя Эммануил Эммануил, Эммануил, Эммануил Только Он один, Бог дарующий мир Эммануил, Эммануил Эммануил только Он один И нет другого Бога, Аллилуйя Христос воскрес! Во истину воскрес! Христос воскрес! Во истину воскрес! Христос воскрес! Во истину воскрес! Благодать Господа нашего Иисуса Христа И любовь Бога и Отца, и общение Святого Духа Да пребудет со всеми нами! Аминь! У нас есть возможность Благодать Господа Благодать Господа, истинец! Благодать Господа, истинец! Я не может быть уверены, я не издинец! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Wir behalten diesen Style. Sei doch nicht so. Du schreckst noch auf, die Tote. Dass man das Grab hieß, eng gewacht, du weißt, das wurde klar gefordert, sonst wird der Leibmann Jesu noch von seinen Jüngern gestohlen. Ich bin ja nur ein einfacher Soldat, doch muss ich mich schon die ganze Zeit fragen, warum man diesen Mann gekreuzigt hat, ihn schwer misshandelt, erniedrigt und geschlagen. Verstehe nicht, was war in ihm verkehrt. Mit seinen Jüngern ist er durch das Land gezogen. Heilte die Kranken, hat das Volk gelehrt? Er hat doch nicht geraubt oder betrogen. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die sagten aus dem Sinetrion, dass Jesus, dieser Galileer, behauptet hätte, er sei Gottes Sohn. Er sagte auch, ich weiß es nur vom Hören, dass er nach seinem Tode auferstigen wird und auch den Tempel will ich zerstören. Wie in meiner Zeit hat er sich wohl geirrt. Es wird so traurig sein, wenn mein Herz ist leer. Es fühlt so weh. Warum musste das geschehen? Wie soll es jetzt nur weitergehen? Ja, unser Meister ist jetzt tot. Wie es weitergeht, das weiß nur Gott. Wer konnte ahnen, dass es so enden wird. Mit diesen Händen hat er den Blüten gereicht. Den Petrus aus dem Zähge zum Tod verteilt. Ich denke gern zurück an diese Zeit, als er von Gott erzählte seine Herrlichkeit. Und ich mich heute Nacht erinnert habe, wie er den Lazarus aus dem Graben rief. Damals war unser Leid vor kurzer Dauer. In große Freude hat es verwandelt, dann sehen sie die Trauer. Und ich habe ihn mit den Schrauben. Komm, Salomon, wir gehen weiter. Ich möchte meinen Meister endlich sehen. Maria, halt! Wie kommen wir ins Grab hinein? Der welched uns ab? Der wasser не стоит. Der Stein ist weg. Komm, Solomon, komm, schnell. Die Waffen sind nicht da. Und ins Grab ist es hell. Was ist das für ein heller Schein? Это очень сладкий, это желание, это лечить. И сухие креустики, здесь нет. Иисус, который тот, который был виноват, Иисус, который был виноват, Иисус, как он сказал, Иисус, как он сказал, Субтитры создавал DimaTorzok